Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня приготовим несколько вариантов закусок из тортилии. Неплохой вариант для завтрака, поездки или рыбалки. Один лист тортилии сложим в виде конверта. Этот этап придаст форму, и нам будет легче по сгибам лепешки ориентироваться при выкладывании начинки. Один средний помидор вымоем и отрежем два кружочка. Середину тортилии намазываем тонким слоем кетчупа или томатной пасты. Сверху и снизу делаем небольшой отступ. Выкладываем два ломтика ветчины. Я взял уже нарезанную ветчину. Так удобнее. Сверху выкладываем две пластины нарезанного сыра. Теперь выкладываем помидор и складываем тортилию конвертом. Вторая часть марлезонского балета. Складываем тортилию в виде конверта. 50 грамм твердого сыра натрем на крупной терке. Смазываем середину тортили кетчупом или томатной пастой. Посыпаем натертым сыром. Также делаем небольшой отступ от краев. Иначе при жарке часть расплавленного сыра вытечет на сковороду. Выкладываем два ломтика бекона. Теперь один кружочек помидора и складываем нашу тортилию. Следующий вариант закуски из тортилии подсказал наш подписчик. С труднопроизносимым ником. Я думаю, он узнает свою идею. Один средний банан очистим и нарежем на кружочки. Намажем шоколадную пасту. Выложим банан и свернем тортилию в конверт. Одно яблоко вымоем и разрежем на две половины. Удалим сердцевину. Половину яблока нарежем на тонкие дольки. Теперь возьмем фруктовый джем. Шоколадная паста слишком сладкая. Да и цена меня неприятно поразила. Похоже, ее производят где-нибудь на Марсе. И привозят к нам мелкими партиями на ракетах. Я взял персиковый джем. Он лучше гармонирует, на мой взгляд, с яблоком. Выкладываем ломтики яблока и сворачиваем тортилью. Дальше все просто. На среднем огне разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем тортилью с начинкой с одной стороны. Затем переворачиваем и обжариваем с другой стороны. В таких закусках всегда есть место для творчества. Экспериментируйте, друзья! Возможно, вы сможете создать что-то удивительное и необыкновенное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова